Да, начнем запись. Очень радостно видеть всех, кто сегодня пришел на наш семинар. Было написано в канале Notes and Links, что это наш первый открытый семинар в этом году. Действительно так. Но это, конечно, не значит, что до этого у нас семинаров не было, они были. Просто как-то так получалось, что мы собирались в такой закрытой группе лаборатории. А сегодня у нас действительно первый открытый семинар. И у нас есть сегодня замечательный гость. И очень радостно, что этот гость – это студент первого курса, бакалавриата образовательной программы социологии Антон Сизов, который расскажет нам про свое исследование, которое он уже не просто придумал, но уже и провел. Очень много всего там насчитал и готов с нами поделиться своими результатами. И я надеюсь, что мы сможем дать Антону какой-то хороший, положительный, важный для его продолжения его работы фидбэк. Антон, давайте тогда не будем сильно откладывать, чтобы у нас осталось чуть больше времени на дискуссию. Давайте я тогда передаю вам слово. Спасибо, Дарья Васильевна. Ну, наверное, единственное, что я хочу сказать, прежде чем начать, что когда я планировал это исследование, мои знания в сетевом анализе были довольно условными. И сейчас они, в общем-то, довольно поверхностные, поэтому я надеюсь, что на этом семинаре скорее больше узнает докладчик, чем слушатель. Я очень буду рад услышать ваши советы, что вы укажете на какие-то ошибки мои, на недочеты. В общем, вот, собственно, тема доклада. Я... Видно, да, с демонстрации экрана? Да, все хорошо, сейчас видно титульный слайд. Я просто... Да, данные. В чем состоял, значит, в чем состоял исследование? Я хотел померить социальный капитал у студентов потока, вообще посмотреть, как разрастается коллектив. Как выглядела опросная форма? Первая часть состояла из вопросов, которые касаются каких-то личных характеристик студентов. Да, то есть это то, в какой группе они были, пол, как они поступили по Олимпиаде или по ЕГЭ, где они живут в Москве в общежитии Дубки или в другом общежитии, состояли ли они в сборной Москвы по обществознанию, кто их соседи в общежитию, а также какие они выбрали курсы ДОЦ, дисциплиновочного цикла, и английский. Соответственно, на основе вот этих данных я смотрел, какие у узлов атрибуты, а вторая часть опроса состояла из вот такой длинной таблицы со всем потоком, где вот были фамилии, и, соответственно, нужно было выбрать характеристику. То есть это вот ростер, где весь список дают опрашиваемым. Тут есть все фамилии со всего потока, и, соответственно, нужно выбрать характеристику. Ну, единственное, что сейчас, наверное, надо отметить, это что был вот такой комментарий к категориям, что друг – это человек, с которым общаются вне учебы, а знакомый – это тот, ради кого вы перейдете улицу, чтобы поздороваться. Я впоследствии знакомых стал в статистике именовать еще приятелями. Соответственно, друг и знакомый, друг и приятель – это характеристики отношений, а еще я померил характеристику узнаваемости. То есть просто если вы не общаетесь, но при этом знаете ли вы, кто этот человек, единственный минус, соответственно, кто-то, может быть, знает человека во лицо, но не знает по фамилии. Я хотел вот именно в таком формате провести опрос, чтобы получить максимально полные данные. Затем я перевел характеристики друг-приятель – знаю, кто это и не знаю – в цифры. Друга я с ним как 4, приятеля – 2, знаю, кто это, как 1. Соответственно, не знаю – 0. То есть увеличивал в 2 раза. Я потом, когда мы будем говорить про средние, скажу, почему это лучше, чем некоторые другие варианты. У меня получилась матрица. Соответственно, 156 человек на 155. И здесь, соответственно, в получившейся матрице по горизонтали шли ответы опрошенных, а по вертикали – то, что ответили опрошенные на конкретную фамилию. Ну, условно говоря, образ. Соответственно, у меня получилось… Это первый массив информации. И затем я взял и эту матрицу транспонировал. И таким образом я… Что это дало? Если первая матрица – это то, что мы думаем про наших однокурсников, про то, какие у нас с ними отношения, то вторая – транспонированная матрица, та же самая, но транспонированная. Это как бы… Ну, это то, что думают наши однокурсники про нас. Соответственно, когда я складывал эти значения, у меня получилось две разные цифры. Понятно, что средние все будут одинаковыми, потому что это одна и та же матрица. Что получилось? Получились пары оценок. Пара оценок отношений. Вот эти пары представлены, все возможные. И мне нужно было решить, как мне эти пары оценок объединить в одну. Сначала я думал просто получить среднее арифметическое, но потом я заметил, что в случаях, когда люди не очень точно, как сказать, не очень здраво оценивают свои отношения, переоценивают их, то картина получается совершенно необъективной. И я принял решение снижать в парах до наименьшей. Соответственно, вот какая-то часть пар взаимной оценки, одинаковые, какие-то разные. Но вот представлены на образце, как 4 и 2, то есть друг и приятель, как они превращаются в до приятеля. За исключением оценки друг и не знаю, кто это, либо это ошибка, либо это все-таки человек знает того, кого он хочет назвать другом. Поэтому я в этом случае ставил единицу. Таким образом, из вот огромного графа, который был построен на основе просто сложения вот этих оценок, я как бы понизил вес ребер, и у меня получился граф поменьше, и на нем уже лучше видно какую-то структуру. Вот такая у меня получилась статистика. Вот здесь можно посмотреть по количеству пар, количество пар, да, оценок, в скобочках, опять же, то, что получилось в финальном варианте. Вот эта часть, видно, да, курсор мой? Правая часть данных, это то, что было до соотнесения, номинальный граф, я его назвал, левая, это то, что после соотнесения. Соответственно, здесь, ну, вот можно посмотреть статистику, доли, которые занимали дружеские связи, приятельские. Да, вы хотите что-то сказать? Да, Антон, я хотела спросить, а вот 4-2, это значит, что с одной стороны было 4, а с другой стороны оценивался человек как 2, это не минусы, это просто, чтобы Excel, да. Это вот как раз пары. Один человек его назвал другом, другой приятелем. Вот, соответственно, можно посмотреть, как изменился, что изменилось, да, насколько граф изменился. Я померил вот плотность, нижняя строка, как изменилась плотность, она уменьшилась на 56%. При этом я еще посчитал плотность, ну, посчитал не совсем плотность, посчитал, ну, что-то похожее на плотность. Я считал, что, как бы, возможный, максимально возможный, как бы, полный граф, да, это, чтобы все были друзьями. Если считать так, то, то есть, как бы, я умножал количество связей, возможных, на 4, и уже от этого считал сумму общую, и у меня получились вот такие значения, которые, значит, слева это до, значит, слева после соотнесения, справа до, и плотность такая уменьшилась на 38%, и что примечательно, что во всех долях, во всех, как сказать, категориях, друг, приятель, я знаю, кто это, уменьшение произошло на снижение, на почти одинаковый процент, да, на 38%. Я не знаю, если честно, как это математически объясняется, мне почему-то кажется, что это не всегда должно так получаться. Вот. Таким образом, если смотреть на плотность, то точность, которую оценивают отношения с однокурсом, 44%, если смотреть, вот как я сказал, то тогда 62%. Почему это... Есть... Была у меня такая идея, что можно посмотреть, сколько получилось дружеских отношений, сколько получилось приятельских, и уже, исходя из этого соотношения, выставлять веса. То есть, друг бы весил там не 4, а намного больше. Но тогда бы, как сказать, произошло бы совершенно нереалистичное распределение рейтинга. То есть, в топ вырвались бы люди, которые знакомы уже были давно, и это какие-то закрытые компании, совершенно померились бы, не связанные с... Все изменения, которые происходили в течение трех месяцев, я проводил опрос в ноябре, в сентябре все начали знакомиться, его просто не было бы видно. А здесь, что есть на диаграмме? Желтое – это то, как оценили мы наши отношения. Красное – это то, как оценили нас. И синее – это то, что получилось в итоге. То есть, все очень гладко вот так вот распределилось. И вот эти выбивающиеся значения, то есть, вот мы видим, что кто-то прям буквально всех назвал друзьями, все выровнялось. Статистика по среднему, это мало что может сказать, поэтому быстро это проговорю. Учитывая, что, да, друг весит 4, приятель 2, знакомый 1, мы вот видим, что популярность, да, это, я так назвал, сумму друг плюс приятель. В среднем 35, вот, социальный капитал, то есть, просто сумма, она составляет 49, 80, да, да. А что значит, вот что, что значит популярность составляет 35? Это что значит? Это значит, что вот в среднее значение в рейтинге, значит, суммы дружеских и приятельских отношений составляет 35. Вот. Значит, в случае с социальным капиталом нужно сделать оговорку, что это, это не совсем социальный капитал все-таки. То есть, если считать, обычно социальный капитал, он считается как вектор централизе, да, но здесь меня интересовало не столько, меня не особо интересовало то, какая степень у тех, у наших друзей, да, у приятелей. Мне важнее, куда было как бы смотреть в рамках одного человека, поэтому вот я смотрел только по нему. Реальный, N номинальный, вот мы видим, что он почти как раз на 56% сократился. Узнаваемость, это просто вычел я из 156 то количество человек, которые просто сказали, что не знают этого человека. реализм, это из наших ответов, наших ожиданий, я вычел то, что получилось после соотнесения. Вот это максимальное значение я еще указал наименьшее. То есть, от одного идет разброс, да, от 352. Ну, вот в среднем из реальных 3 или 4 друга или 10 приятелей. вот, как выглядит граф, если раскрасить по группам. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая и ВСН. Снизу представлен рейтинг по плотности групп. Здесь надо сделать несколько комментариев по группам. Мы видим, что первая группа и пятая группа, они как-то отделяются от всех. Это, как я выяснил, последствия того, что расписание этих групп максимально отличается от расписания остальных. Если мы говорим, например, про группу ВСН, которая вот как-то отличается, да, я написал именно ВСН, да, а не восьмая. Дело в том, что это люди, которые учатся по совершенно другому расписанию, пересекаются минимально, то есть буквально на одной лекции, на которую мало кто ходит. И тем не менее, потом объясню, почему они вполне интегрированы в остальную коллектив. Самая плотная здесь получилась седьмая группа, затем идет третья, которая самая малочисленная, и можно обратить внимание, насколько она растворилась внутри коллектива, да, в ней больше всего общаются с другими группами. И, конечно, здесь серьезная зависимость от количества членов группы, потому что плотность так рассчитывается. Вот можно посмотреть на только дружеские отношения, но мы видим, что в основном дружат внутри групп. Вот это разделение на РТГ и БВИ. Здесь там глаза бросаются то, что, во-первых, дружеские отношения, да, они, мы видим, что тут в дружеских отношениях видно два таких скопления олимпиадников, олимпиадники зеленые, БВИ. В первой группе, которая обособившаяся, я потом скажу, но это просто люди, которые, какая-то компания записалась в первую группу. Важно, что в первую, вторую, третью группы записывались интенционально, да, по плану, да, записывались, а в остальные группы распределения происходили хаотично, и я думаю, что потом в выводах, я скажу, это очень положительно повлияло на их сплоченность, на плотность их. Нам бросается в глаза, что среди дружеских отношений олимпиадников второе скопление, да, оно такое большое, это, вот здесь оно отдельно выделено, это сборная Москвы. Сборная Москвы это такая организация, ну, которая готовит к олимпиадам, просто понятно, что эти люди, они познакомились до поступления. Нам будет важно потом смотреть, из чего это состоит сборная, и в какие группы пошли эти люди, потому что от этого очень будет зависеть структура групп, в которых эти люди вошли. Это разделение по полу, здесь все банально, мальчики и девочки, они общаются, когда там друг с другом в парах, дяды, триады, обычно с представителями своего пола. Между полами отношения в основном в больших компаниях. Вот мы можем видеть, как в седьмой, шестой группе, в первой. Это граф, на котором показано место жительства, то есть, либо это Москва, либо это Дубки, это одно из таких самых популярных общежитий, там все люди, которые живут не в Москве, пополам разделились, 15% в Дубках, 15% в других общежитиях. И вот мы видим как раз, что вот эта вот компания из Олимпиадников, это, они живут в одном общежитии. Мы видим, что Дубки очень хорошо способствуют тому, что люди дружат, ну просто потому, что они вместе проводят очень много времени, живут вместе, едут долго и так далее. Вот это тот же самый граф дружеских отношений, просто немножко пересобраны и убраны лишние узлы. Здесь мы можем обратить внимание, что, например, черный ВСН, который я упоминал, вообще разделился, ну тут группы, конечно, чуть-чуть рассыпались, но ВСН на две таких плотных, никак друг с другом не связанных, разделился под группы. Мы видим, что вот вторая группа, желтая, она тоже рассыпалась по всему графу. среди дружеских отношений, ну тут видно четко разделение на мальчиков и девочек, что компании, они дружеские, ну, вот, то есть, если мы смотрим на отдельные, да, тут вот мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, а если между полами, то это в большой компании. И вот тут еще лучше видно, насколько общежития влияют на дружеские отношения. Вот это сборную, я моткую, уже упомянутую выделил, очень хорошо здесь ее видно. Это поговорим позже, это не очень демонстративный граф, просто показать, что я учел еще вот эти дотсы английский, я потом покажу результат корреляционного анализа, который позволяет сделать по этому поводу некоторые выводы. Ну вот мы можем видеть на вот этом графе только с дружескими отношениями, что, ну вот, например, очень часто люди, которые дружат вместе, они записываются на английский или на курсы вот эти дисциплины общего цикла. Здесь мне нужно было выяснить, что первично, либо друзья записываются на одинаковые курсы, либо все-таки они идут на курсы, например, английского, и там знакомятся уже дружи. Вот, но я скажу еще про это чуть позже. Это я хотел показать школы, ну вот тут видно пастеры, как бы скопления из одних школ людей, на графе дружеских отношений. Вот это структура общежития вот этих дубов. Здесь четко видно разделение по полу, потому что расселяют мальчиков с мальчиками, девочек с девочками, то есть они вот это разделение по полу еще, которое, ну и так существует, они его еще усугубляют. При этом с олимпиадниками и егэшниками такого, надо поменять вот это про олимпиадников, вот это про по полу. Соответственно, олимпиадники и егэшники здесь нету такой связи, потому что расселяют вне зависимости от того, как вы поступили. И можно еще отметить, что вот я упомянул, что первая и пятая группа из расписания как-то от всех отбились, это же видно и на графе с общежитием. здесь здесь ввел все графы каждой группы отдельно. Я не думаю, что здесь имеет смысл очень долго на каждой группе останавливаться. Здесь довольно четко видно, вот эти первые пары графов, они построены на принципе модулярности. То есть это, условно говоря, внутренняя структура группы по принципу того, насколько плотные, насколько сильные связи и насколько их много между участниками. Ну и понятно, что вот нижние две это олимпиадники, верхние две это егэшники. Вот в основе это лежат люди, которые учились в одной школе. Обращаем внимание на то, что здесь вот как раз вот это скопление, можно даже сказать, наверное, клика из общежития одного девочек и здесь смешано по полу, то есть мальчики хорошо интегрированы в женский коллектив. Я про это потом расскажу еще. Вторая группа, она намного более, она одна из самых многочисленных, она одна из самых олимпиадных групп, в нее записывались специальные люди, здесь четкое разделение на мальчиков и девочек, бросается в глаза, вот когда мы оставляем только дружеские связи, есть какое-то плотное скопление, вот это точно можно назвать кликой, а остальная часть графа, она рассыпается, и вот здесь видно, это олимпиадники, ЕГЭшники, общий граф, затем только дружеские отношения, а вот здесь я выделяю зеленым только сборную Москвы, и нам становится понятно, что это за люди, и учились, соответственно, они в одних и тех же школах, я там могу назвать эти школы, там ШЦПМ, ЛФУ и так далее, большинство олимпиадников из них, и уже как раз вот здесь хорошо видно то, что я говорил про пол, что триада-диады здесь одного пола, а между полами происходит общение внутри коллектива, внутри компании. Эта группа, она самая малочисленная, здесь интересно вот что, в нее шли люди с расчетом на то, чтобы поступить потом, сдав специальный экзамен на ВСН, и в ней остались те, кто этот экзамен не сдал, ну, в большинстве своем. Соответственно, здесь тоже довольно смешанная структура по мальчикам-девочкам, по олимпиадникам. Четвертая группа, самая многочисленная, и в ней наименьшая плотность, это довольно, ну, здесь, опять же, мальчики и девочки, как вода и масло, они разделены, то же самое можно, наверное, сказать, с олимпиадниками, между, это люди из разных, наверное, общежитий, потому что здесь четко какой-то связи увидеть нельзя. Пятая группа, опять же, мы видим, очень четко разделены мальчики и девочки, но собраны олимпиадники и, значит, ЕГЭшники. Шестая группа, здесь мы видим, что вот в ядре находится в самом центре, да, скелет, это люди из одной школы, ЕГЭ, значит, и с ЕГЭ, и с полом, очень четкое разделение. Седьмая группа, здесь, которая самая плотная, здесь, в основе вот этого плотного, плотной клики, да, это люди из дубков, и при этом здесь тоже смешанная структура по, ну, смешанные люди общаются с и ВВИ, и ЕГЭ, и мальчики, и девочки. Восьмая группа, самая интересная, это ВСН, люди разделились на две совершенно друг с другом не общающиеся компании, я попытался понять, почему, одна компания почти полностью женская, другая смешанная, почему она смешанная, потому что на Олимпиаднике, Олимпиаднике бывают разного пола, вот это сборная Москвы, и еще здесь видно, вот что в основе лежат люди из разных школ. Вот на что я пытался обратить внимание, когда это все говорил, четкую я увидел связь, это видно иногда на общих графах, иногда видно это на графах только дружеских отношений, здесь графы выставлены в порядке убывания их плотности, сплоченности коллективов, слева направо, то есть вот эта самая плотная седьмая группа, шестая, мы видим, что здесь довольно, ну смешанная и мальчики-девочки, и Олимпиадники, ЕГЭшники вот здесь, да, а вот уже когда начинаются группы менее плотные, то тут начинается более четкое разделение мальчики-девочки и Олимпиадники-ЕГЭшники, здесь они уже как вода и масло. Затем я попробовал сделать следующее, во-первых, я упоминал, значит, английский и вот эти дисциплины общего цикла, я хотел посмотреть, насколько они влияют на социальный капитал, ну, я, ну, социальный капитал, наверное, лучше его назвать, ну, социальный рейтинг, что-то в этом роде, значит, ДОЦов дисциплины общего цикла было три, история, психология и коммуникации и медиакомпетенции. В чем между ними глобальное, ну, важное различие, историю и психологию преподавали просто онлайн-лекциями, где люди сидели, слушали лекции, друг от друга независимо, никак не общались, а в коммуникациях, им, коммуникация и медиакомпетенции, между ними происходила коммуникация, они работали в командах, все, в течение всего курса нужно было выполнять командные задания. Я подумал, я подумал, что это наверняка отразится на их общих результатах. Значит, ну, это я померил плотность, вот, третий столбец в каждом, это плотность, просто в первом случае выровнено по плотности, а последний столбец, это я разделил еще плотность на количество участников. И мы видим, что, ну, в общем-то, вот эти коммуникации, на букву К, сокращение группы, они, ну, большей степени вырываются вот наверх, да, наибольшая плотность и общая и на каждого человека, если делить. Теперь, что можно сказать, вот это, это я попытался сделать корреляционный анализ, что получилось. Популярность, это я напомню, это я так обозначил друзья плюс приятели, популярность, а социальный рейтинг, да, это вот, ну, что-то вроде социальный капитал, это еще прибавлял, знаю кто это, то есть еще единички. Что получилось? Коммуникации, корреляция, она положительная, семь, ну, семь сотых, можно сказать, ну, восемь, да, при этом вот история, она отрицательная, и те, кто не взял, тоже отрицательная корреляция. Со психологией получилось немножко, получилось положительная корреляция, потому что на нее пошли все, кто агитировали за поступление на этот курс, на курс психологии, поэтому очень много олимпиадников пошли туда, и, соответственно, корреляция получилась положительной. Тут еще указан английский, три вида английских, ну, для специальных целей, для социологов английский, на него шли люди с высоким, с хорошим знанием английского, положительная корреляция, и просто на английский тоже, а те, кто не пошли, корреляция отрицательная. Очень большая корреляция между теми, кто не пошел ни на дотс, ни на английский, вот, почти 30 сотых, да, мальчики, корреляция 16 сотых, более популярны, более, больше людей их знают, больше у них друзей, чем у девочек, еще больше, еще больше корреляция олимпиадники, больше у них знакомых, больше друзей, ну, и, конечно, вот, 27 сотых, корреляция с членами сборной Москвы, поэтому я про нее так много и говорил. Последнее, значит, что я еще делал совершенно недавно, это опубликовали рейтинг, ну, в перцентиль, да, и на основе него я хотел попробовать найти какую-то связь, корреляцию между социальным капиталом и успеваемостью. я здесь посчитал по группам, и получилось так, что корреляция, она получилась отрицательная, 38 сотых, то есть, ну, можно сказать, довольно-таки уверенно, что люди, которые, в общем, по группе в среднем больше учатся, они, у них меньше времени на то, чтобы общаться друг с другом, поэтому у них группы менее сплоченные, больше, чем на треть. Вот, то есть, видно, да, что, значит, здесь первый ряд идет, это по успеваемости группы, от первой до седьмой, и второй ряд, это, соответственно, социальный капитал по группам, средний, и, ну, вот мы видим, где красное, там зеленое, где зеленое, там красное. Ну, в принципе, значит, какие планы у меня? Я хочу в апреле-майе провести вторую фазу, дать вот вторую часть опроса, там, где оцениваешь, значит, однокурсников, провести ее еще раз, и посмотреть, как изменится граф. Я думаю, что за это время он вырастет, ну, раза в два точно, и, ну, можно будет померить это изменение, и, соответственно, если будет тоже количество желающих поучаствовать, то, скорее всего, я буду проводить уже тогда в конце каждого года, ну, то есть еще плюс три раза, и тогда будет такая, ну, топоральный граф, мы будем смотреть, как он разрастается на протяжении лет, соответственно, наверное, первый курс, первый-второй курс он будет разрастаться, и, как мне вот недавно подали идею, что сначала корреляция между успеваемостью и сплоченностью будет отрицательная, но затем у всех появятся разные курсы, специализация, майнеры общаться станут меньше, социально, ну, сплоченность и социальный капитал начнет сокращаться, но в то время, но в это же самое время корреляция с успеваемостью начнет расти, становится более положительным, потому что, когда вам нужно, ну, написать какую-то работу, курс, да, вам поможет человек, который в этом разбирается, то есть эти как бы слабые связи, да, если говорить по гонаветру, то они станут более ценными. Ну, какие общие выводы можно сделать? А, ну да, еще я хочу попробовать сделать какие-то более, менее очевидные, посмотреть атрибуты узлов, например, отношения к алкоголю, как, например, это влияет на структуру коллектива, общаются ли люди, которые относятся нейтрально, да, или положительно, больше ли они общаются друг с другом. Какие есть выводы? Ну, мальчики общаются с мальчиками, девочки с девочками, между полами только в компаниях. Олимпиадники общаются в основном с олимпиадниками, потому что их компании, они закрыты. Попасть в них можно только, если ты тоже олимпиадник. И, конечно, самое большое количество дружеских отношений, все клики, да, это, конечно же, сборная Москвы, потому что эти люди, они жили в одном общежитии, одного лицея, в котором учились, и вместе поступили, вместе учатся. Если, значит, ну, то есть, в принципе, олимпиадники и вне компаний тоже стремятся общаться друг с другом больше, чем с ЕГЭшниками, потому что, ну, у них какой-то общий бэкграунд. на плотность, на сплоченность коллектива влияет то, по какому принципу в нем построены вот эти компании, если компании олимпиадные, они закрытые, и, соответственно, будет все как во второй группе, то есть, останется какой-то плотная подгруппа, да, а остальные рассыпятся, потому что они в эту компанию влиться, ну, не могут. а если же это произошло распределение случайно, как с седьмой, шестой группой, то там люди будут перемешанные, друг с другом заранее незнакомые, и у них будет коллектив, он формироваться будет как бы с нуля, и из-за этого группа будет более сплоченная. Значит, про успеваемость я сказал, что еще я могу сказать? Ну, понятное дело, что общежития, они усугубляют разницу между таким разделением по полу, понятно, что проводя больше времени вместе, у людей лучше отношения складываются. Ну, и расписание влияет на общую структуру графа. Ну, у меня все, в принципе, то есть я могу любой граф открыть в ГЕФе, соответственно, если входит дальнейшая дискуссия, это понадобится, я могу это сделать. Презентация у меня закончилась. Антон, спасибо большое. Пока Антон рассказывал, нас стало в два раза больше, 18 человек. Коллеги, я могу сказать, что мы уже с Антоном разговаривали, он уже рассказывал мне свой доклад, и я уже достаточно много, мне кажется, комментариев сказала, хотя у меня сейчас тоже какие-то появились новые, но, наверное, хотелось бы дать слово сейчас кому-то другому. вопросы какие-то может быть уточняющие, может быть, какие-то наоборот сложные вопросы, и может быть комментарии, что хотелось бы сказать по исследованию, может быть, посоветовать. Можете просто включаться. у меня в чате два вопроса, я просто не хочу голосом, потому что в метро еду, да, извините. А в чате, вы написали в чате, да? Ага. А почему-то нету. А, побольше рассказать про опросник, вот. Можете, пожалуйста, рассказать побольше про опросник. Да, конечно. Значит, ну, это была Google форма, которую я разослал во все чаты. Ну, первая часть состояла из вопросов, ну, вводили свое имя люди, свою группу, как они поступили по ЕГЭ. Вот здесь, сейчас, секунду, да, вот, я здесь перечислил абсолютно все атрибуты, которые я померил. Ну, есть еще один, сейчас я вам скажу. То есть, соответственно, они указали, в какой они группе, как, ну, пол я определял сам, позволил себе. Значит, ЕГЭ, БВИ, то есть, поступили ли они по ЕГЭ или без экзаменов, школу указывали, проживание, либо в Москве своя квартира или свой дом, либо дубки, либо общежитие. Ну, вот, соответственно, дубки – это 15%, друг общежитие – 15%, оставшиеся 60% в Москве. И соотношение по ЕГЭ, БВИ – 69 олимпиадников, соответственно, это 156 минус 69. Ну, в общем, да, оставшиеся – это ЕГЭ. Значит, сборная Москвы по обществу о знании состояли ли они в ней. Я попросил их указать соседей по комнате в общежитии, но, наверное, я неправильно составил вопрос. Или, в принципе, люди в основном живут разделены друг от друга, но встречаются в специальном автобусе, потому что буквально несколько человек написали, что они живут в одной комнате. Их очень четко видно на графе. Это оранжевые такие яркие клики. Курсы и английский я получал тоже не на основе опроса, а на основе... У нас есть приложение HSC App, то есть там можно посмотреть расписание каждого человека и указаны группы. Соответственно, вот они проходили первую часть опроса и вторая состояла из вот такой длинной таблицы. Соответственно, здесь было 156 фамилий. Я думаю, что, наверное, тут понятно, что отношения оцениваются с разной точки зрения либо с точки зрения узнаваемости человека, либо с точки зрения качества отношений. То есть это либо сильные связи, либо слабые. Ну, вот я уже упомянул, что, конечно, люди жаловались на то, что они не помнят, что они знают людей в лицо, но не помнят их фамилию. С другой стороны, мне кажется, что это довольно объективно оценивает отношения, если ты не знаешь, как человека зовут, но у вас довольно странные отношения. Конечно, это еще очень сильно отразилось то, что в общении происходит онлайн, и у многих людей не свое имя стоит. Например, у меня. И, соответственно, это тоже довольно, ну, снизило количество друзей, приятелей. вот. Ну, вот я привел классификацию, на Вассерману я опирался. Вот такой был опрос. Антон, спасибо большое. Тут есть еще комментарии в чате. Давайте я пока зачитаю от Лики. Антон, спасибо большое. Очень интересно, очень интересно на фоне вашего разговора осмысливать свой опыт адаптации вышки в учебной группе после года жизни в подготовках к Олимпиадам. И то, как разошлись пути нашей Олимпиадной группы тогда. Желаю вам удачи в проведении следующего этапа исследования. Думаю, что вам точно стоит провести такой же замер к старту деления групп на специализации, на социологии. Если не ошибаюсь, это происходит к четвертому курсу. Вот. Ну, то есть тут такое вот пожелание, да. Следующий есть от Егора. Упоминали про отношение к алкоголю. Можно также рассмотреть отношение к курению. Возможно, будет даже более продуктивно. И Надежда написала, да, курение хорошая мысль. Ну, в смысле, вопрос про курение, да, хорошая мысль. Я, кстати, тоже тут могу присоединиться, потому что я вот точно помню, как у меня на курсах по подготовке к поступлению в университет прям точно формировались группы по курению. Ну, то есть ребята ходили курить куда-то там, они вынуждены были выйти на переменки. Вот. И потом я знаю, что, ну, как бы те, кто из этих ребят поступили, они потом, ну, как бы так и продолжали дружить. Вот я себя в этом смысле чувствовала немножечко как бы отстраненно, потому что я не ходила курить. Вот. Ну, получилось, что была вне этой социальной, ну, как бы вне коллектива, получается. Вот. На самом деле, мне кажется, что вот это курение, это, да, такая же... Да, это хорошая идея, я про нее не подумал. Потому что это же бывает вообще в целом социальное курение, да, люди курят только, когда там с кем-то ходят куда-то курить. Сами по себе предупредили. Можно будет увидеть, как меняются привычки отношения к здоровью на протяжении лет. И привычки в том числе, да. Вот. Так, прокурение можно добавить. Мария Картузова пишет, Антон, классная работа. Как вам кажется, какие поправки будут в модели, чтобы учесть отчисленных и как следствие количество респондентов уменьшится? То есть выбытие произойдет? Ну, я могу уже сразу сказать, что, ну, то есть несколько человек отчислились, я даже, наверное, скажу, человек 5-6 ушли в академический отпуск и, ну, человека 3 из них уже после опроса. Ну, я, если честно, наверное, не знаю, как это, получается, что, ну, количество членов в группе, оно уменьшается, да, и плотность, она, конечно, растет, но, наверное, нужно смотреть, я вот не знаю, наверное, нужно при сравнении графов за разные годы будет, наверное, сначала смотреть без людей, которых, которые потом ушли, то есть в первом случае убирать их. Я, если честно, ну, как сказать, я еще пока не читал литературу, как с динамикой работать, это я уточню, ну, или вы, может быть, мне сейчас что-то посоветуете? Я думаю, что нам вместе надо будет уточнить это. У нас такого, наверное, мне кажется, нет опыта вот сейчас в текущих проектах в лаборатории, вот, но, ну, на самом деле это все, конечно же, обсуждается, и есть какие-то там модели, поправки к моделям, вот, как я говорила тогда в рамках нашего разговора, да, что есть варианты работы с пропущенными данными, ну, то есть, надо просто действительно как бы озадачиться этим, почитать чуть-чуть литературу, я думаю, что станет понятно, как с этим работать. Так, еще один есть, как бы, комментарий от Елены Стегней. Антон, большое спасибо за интересное исследование, к сожалению, не с самого начала слушала, но ничего, у нас будет запись, Елена сможет послушать. Есть еще ряд гипотез для кластеров под сетей. Первое, вместе ли ведется работа над какими-то проектами, домашками, потому что тоже могут быть кластеры, и второе, совместный досуг, интересы, клубы, музеи, субкультура и прочее, ну, то есть, то, что можно тоже в анкету, получается, добавить. Ну, у меня была идея посмотреть, кто, у нас есть беседа, организованная, ну, мной, между прочим, для решения домашнего задания, то есть, обычно это, там скидывают задания по сложным предметам, которые непонятны, и это происходит коллективное решение, коллективная работа, и я думал сначала посмотреть, сколько человек там есть, но дело в том, что состав подобных бесед, он очень, очень, как сказать, динамичный, да, то есть, можно, как сказать, сделать какой-то слепок, как сказать, кросс-секционное исследование, но я думаю, что, ну, то есть, будет очень большая погрешность, потому что есть, процентов 10, кто то приходит, то уходит, я могу, вот, единственное, что сказать, вот, про это сейчас, что первая группа, которая, очень отделенная от всех, сейчас я до нее дойду, в ту сторону, или я иду, да, иду в ту сторону, вот эта первая группа, при распределении сказали, что в ней будет, будут, в ней лучше идти тем людям, у кого хорошо с математикой, соответственно, внешние люди, у кого хорошо с математикой, и, во-первых, это повлияло на то, сколько в ней, в ней людей по ЕГЭ поступивших, они сдавали профильную математику, многие бывышники нет, а, во-вторых, это повлияло на то, что они не стали в эту группу подключаться, у них все было хорошо с алгеброй и матанализом в начале года, и они туда так и не подключились, и можно как раз обратить внимание, что это еще, наверное, больше усугубило вот эту разницу в расписании, привело к тому, что первая группа сильно отделена от остальных. Так, вот, Елена продолжает, что по опыту к третьему и четвертому курсу образовываются сильные группы внутри групп, кто вместе делают проекты и домашки и идут на достижение рейтинга, то есть можно напрямую спросить, с кем вы обычно делаете проекты. Ну да, как я с общежитиями спросил, открытый вопрос такой. Вот Александр хочет спросить. Да, Александр, пожалуйста. Ну, я как выпускник соцфака здесь просто про первую группу хочу прокомментировать, может, знаешь, не знаешь. Она специально так выстраивается, ну, то есть там обычно находятся олимпиадники и выпускники лицея, вышки. Там это нужно, потому что, если посмотреть статистику у нашего даже центра образования, им даже, ну, не рекомендуется переводиться в другие группы, потому что из-за там, ну, спецподготовки они намного больше места в рейтинге занимают. То есть это как бы не самостихийная практика, а именно специальная. Да, безусловно, я сказал, что записываются в первые три группы осознанно, но в итоге получилось-то совершенно иначе. То есть в первой группе нельзя сказать, что в ней много олимпиадников. И, в общем-то, ну, то есть, я бы даже сказал так, что в ней олимпиадников примерно столько же, сколько, ну, то есть, довольно, ну, примерно половина, да, в то время как вот вторая, третья и часть ВСН, они как раз вот именно там оказались, олимпиадники. Я думаю, что это связано с тем, что теперь вот всех, у кого было хорошо с математикой, кто хотел развиваться в этом направлении, они все перешли на вот эту программу ВСН вычислительной социальной науки. Вот, поэтому туда, вот в первую группу скорее шли люди, ну, кто хочет попробовать свои силы в математике, или кто хочет подтянуть свою математику, потому что успеваемость, которую я смотрел, в первой группе не сильно по математике-то лучше. Хорошо. Антон, подскажи такой момент еще, мне просто уже для общего интереса, я не сначала слушал, а ты выделял лицеистов? Да. Значит, по школам это надо открыть. Это только дружеские связи, но сейчас тут тяжело будет споставить с группами, я просто помню, вам нужно будет приключиться, но вот смотрите, первая группа это вот этот пучок, там буквально два человека и никто из них не лицеист. А в то время как вот это это сборная как раз и кусочек вычислительных наук, вот это кусочек один от нее, вот это второй. И это школа ШЦПМ розовая, центр педагогического мастерства там как раз к олимпиадам готовят. Оранжевая это лицеи финансового университета, там несколько человек. Вот. А это, соответственно, 15-35, тоже лицей. Но как-то в первую группу они не пошли. Вот так это получилось. Спасибо большое. Просто у меня есть гипотеза, что ну вышка достаточно стрессовая из-за четырех сессий и так далее. На первых курсах обычно лицеисты всегда спокойнее. Ну, я не уверен, что они спокойнее. Ну, я бы даже сказал так, они менее спокойны, потому что люди, поступившие по ЕГЭ, это ведь синонимы, да, лицеисты и поступившие по Олимпиаде, они наоборот, ну, больше отвыкли от какой-то подготовки. Те, кто к ЕГЭ готовились, они намного усерднее работали в течение последнего года. Надо посмотреть корреляцию ЕГЭ, это уже вне сетевого анализа, ЕГЭ, БВИ и успеваем. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо. Так, еще есть отлики, комментарии. Еще, мне кажется, есть очень интересная история про то, как твои одногруппники влияют на твою успеваемость. У Марии Юткевич есть целая серия исследований про то, что лучше быть первым парнем на деревне или последнем в городе. Можно было бы спустя время по результатам рейтинга за первый семестр, за второй посмотреть, влияет ли присутствие среди друзей олимпиадников, друзей из первых трех групп на успеваемость по каким-то предметам или общий рейтинг. Ну, собственно, это как раз идея вот этого такого темпорального анализа, то есть посмотреть успеваемость, какие-то вредные или не очень вредные привычки, то есть как на самом деле они будут потом распространяться и влиять на формирование групп. Можно что-то вроде engine vector centrality сделать, но как раз основанное не на степени уже других, а на их успеваемости. Ну да, вот посмотреть на средний балл других одногруппников, друзей, знакомых, их бэкграунд. Ох, ну в общем, Антон, вам исследовать не переследовать. Единственное, что у меня демонстрация, я не могу смотреть сам комментарий, иначе будет вылезать. Да, я читаю вам, я их все вам копирую, чтобы потом передать, чтобы вы их еще потом внимательно тоже посмотрели и не забыли. Смотрите, у меня еще вот такой был, такие, ну, несколько комментариев я себе написала. Ну, понятно, да, что тут все идет к тому, что надо делать оргам, да, то есть смотреть, как меняются, меняются наши сети во времени и что там все-таки первично, социальный отбор или социальное влияние, да, то есть, что влияет на формирование связей. Но это мы тоже с вами вроде как обсуждали, как раз для этого нужно делать там следующую волну, там уже сравнение проводить. Вот, я отметила еще два таких момента. Вот, вы сравниваете группы по плотности, то есть, одна группа плотнее другой, на самом деле, как бы, век живи, век учись, и я тут, поскольку стала преподавать сейчас курсы по сетевому анализу, вычитала, что на самом деле сравнение групп по плотности не самое корректное, потому что, ну, у нас разное количество узлов в группах, вот, и, соответственно, чем больше группы, тем меньше будет плотность, это как бы такое, ну, правило. Да, я поэтому вот и привел вторую табличку. Поэтому лучше всего, ну, сказано было в той книге, которую я читала, смотреть не на плотность, а на среднюю длину пути в группе, то есть, смотреть на дистанцию, и как раз дистанция, она независима от размера группы, да, но там, где-то дистанция составляет два, да, то есть, ты от одного человека можешь перейти к другому за два шага, а где-то она будет, например, 10, да, то есть, это такая структура, которая там подразумевает много-много, как бы, интермедиаторских таких узлов, да, по пути. Но количество тоже на длину пути чуть-чуть, но влияет. Ну, вот, да, но, в общем, примите во внимание, да, что называется, вот, какие-то другие, можно метрики еще посмотреть. И еще мне показалось, что вот есть тоже такие, как бы, способы выделения узлов там расчета всяких индексов, которые называются, типа, within-between-group-comparison, вот, и можно посмотреть, да, потому что вы там смотрели, сколько, вот, например, у этих голубеньких, да, сколько у них связей внутри, и сколько за пределами. Можно было бы какой-то своего рода индекс такой посчитать, и это тоже было бы, наверное, хорошим способом, ну, разделять как-то эти группы по паттернам, да, такой универсальный какой-то способ. Вот, и еще у меня возник вопрос, представляли ли вы результаты факультета, собираетесь ли вы это делать, потому что, мне кажется, это в целом, если это исследование как-то вот, ну, оформить, да, и мне кажется, это может быть очень хорошим таким замером, который можно проводить там каждый год на каждом факультете, ну, в смысле, поделился ли я с ним как бы с вузом? Ну, да, с факультетом социальных наук, вот там, что вот происходит у нас на факультете, мне кажется, довольно интересно. Ну, на самом деле, здесь много информации, можно смотреть по, там, с корреляцией, значит, атрибуты, какие они курсы, ну, там, олимпиадники, значит, пол и так далее, так далее, как они идут на разные курсы, но я еще, конечно, не предлагал, но, скажем так, про это исследование уже много кто слышал. Ну, да, да. Вот. Ну, что, спасибо большое, Антон, нам, к сожалению, надо идти обязательно прямо на следующую встречу, тут вот как раз Ирина Павлова как раз об этом написала, что нужно идти на следующее занятие. Вот, коллеги, спасибо, что все пришли, и я надеюсь, что если появятся еще какие-то комментарии, да, то вы можете их как-то донести Антону. Антон сейчас проходит практику у нас в лаборатории, и я думаю, что мы еще встретимся на каких-то наших семинарах, вот, и еще будет возможность пообсуждать это замечательное исследование. Антон, мы желаем вам удачи и успехов. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, очень интересно. Ну, все, я тогда заканчиваю.